Первый как семейный, так и официально всероссийский. Накануне празднования Дня России сахалинские нефтяники решили отметить государственную дату в масштабах своего коллектива с пользой для здоровья. Причем с перспективой сделать мероприятие традиционным и посвященным именно 12 июня. Общение в неформальной обстановке помогает коллективу сплотиться, укрепить отношения. Потому и сделали праздник как среди друзей, так и семей в целом. Идея пришла в голову из глубины коллектива. То есть он просто напрашивался. Люди давно хотели, чтобы прошло какое-то мероприятие, чтобы все были вместе. Чтобы все вместе занялись спортом, пообщались с семьями. Просто провели время вместе. Я думаю, получилось. Получилось очень хорошо. Потому что я смотрю, как ребята играют в футбол, как за них активно болеют, как у них это все эмоционально, как это все весело происходит. Я смотрю, как дети играют. Детям тоже очень интересно. Им очень нравится то, что для них организовали. Я думаю, получилось очень хорошо. Праздник островных нефтяников сделал уклон на спортивные мероприятия, среди которых мини-футбол. Своими силами собрали три команды. Главные болельщики – семьи. У некоторых спортсменов в полных составах. От супруг и до самых маленьких. Насколько интересно мини-футбол или большой футбол, по-вашему? Ну, мини в таком формате интереснее, потому что все-таки это дружеские матчи в большей степени. У нас вот папа играет в команде, поэтому за нее болеем. А азартно ли смотреть, по-вашему? Очень азартно. Особенно последний мяч, попавший вот тут в сетку, было очень интересно. Кольцо. Не футбол, а баскетбол получился. Да. Пока папы с мамами находились в азарте футбола, детей ждала развлекательная программа в соседнем зале с аниматорами и познавательными играми. Так как сегодня у нас дети разных возрастов, программа была разделена на три блока. Сначала была баба-яга в гостях у детей, они повеселились, попели песни, танцы у печки, фокусы и эксперименты. Сейчас с ними развлекается единорожка, а завершать все будем большой программой спортивно-интеллектуальный квест «Форд по яхту». Легко увлечь игрой разного возраста детишек? Нет, конечно, это сложно, но наши ребята все справляются. Ну а победителем первого внутриколлективного турнира по мини-футболу стала команда под названием «Безопасность». На втором месте команда «Добровольцы», на третьем «Импульс». Все участники были отмечены кубками, грамотами и ценными призами. Венчал празднование Дня России флэш-моб, сахалинские нефтяники развернули флаг страны. День России флэш-моб, сахалинские нефтяники развернули флаг страны.